За минувшую зиму в городе было 130 повреждений на теплотрассах. Это в два раза меньше, чем в отопительный сезон 18-19 годов. Вдвое меньше было и аварий на городских котельных по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас уже началась подготовка городского хозяйства к следующей зиме. Согласованы планы по перекладке сетей и проведению гидравлических испытаний. Как доложил первый заместитель главы Владимир Василенко, их пока приостановили до 11 мая. Глава города Елена Лапушкина отметила, что необходимо своевременно оповещать жителей о временных отключениях горячей воды. А если это возможно, вообще избежать отключений. У нас самоизоляция. Люди практически находятся дома. Если мы еще и воду сейчас отключим, то это будет просто социальный взрыв. Нужно нормальную разъяснительную работу с людьми провести, чтобы люди понимали необходимость проведения отключения воды. Елена Лапушкина напомнила на совещании о том, что в городе продолжается масочный режим и режим повышенной готовности. Глава Самары поручила вместе с поликлиниками на отдельный контроль взять всех людей, которые проходят домашнее лечение, а также усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Мониторинг наличия масок в магазинах, аптеках продолжаем, контроль дезинфекцию подъездов продолжаем и, конечно, информирование населения о масочном режиме, о режиме самоизоляции тоже продолжаем и делаем это в полном объеме. На совещании обсудили подготовку города к 9 мая. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам районов проверить, насколько качественно выполнена уборка территорий и в каком состоянии находятся городские мемориалы, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.